Мечи, булавы, тяжелые доспехи. Эти славянские богатыри и европейские рыцари сойдутся на ресталище, чтобы выяснить, кто лучший. Зарайский ратный сбор – крупнейший фестиваль исторической реконструкции как для России, так и для других стран мира. Некоторые участники приехали сюда из Швеции, Израиля, Испании и Великобритании. Я впервые на этом фестивале, и я думаю, он потрясающий. Окружение, атмосфера, очень милые. Как я готовился? О, я тренировался многие месяцы, зная, что я буду биться с Мишей Маркулисом. Так что я очень взволнован, что буду сражаться. Вне всяких сомнений, если смогу, я снова сюда вернусь. Я люблю Россию. Фестиваль просто отлично, потому что не на многих фестивалях так заботятся о бойцах, участниках, кормят, поят, привозят. И это очень поднимает уровень организации, показывает, что сюда стоит вернуться. У нас сегодня предстоит титульный бой с англичанином. Мы с ним уже встречались, он меня выигрывал. И вся подготовка была направлена на то, чтобы прыгнуть выше своей головы. Погрузиться в Средневековье помогают всем желающим реконструкторы. Здесь можно примерить богатырские шлемы и кольчуги, а также проверить вес старинных мечей. Опробовав все на себе, понимаешь, как много стереотипов существует относительно средневекового оружия. Часто мы видим ответы от людей, что 16 килограмм, пудовые мечи, все мы знаем из сказок, из замечательных советских мультиков, где у богатырей были пудовые мечи и дубовые щиты. Очень частое заблуждение, потому что меч типа Каролин, который у меня в руках, вес его составляет 1 килограмм 150 грамм. Зачастую у людей тоже один из стереотипов, называется, вот есть такая выемка по центру клинка, она называется дол меча. Зачастую ее ошибочно называют кровостол. Дол меча служит для облегчения веса клинка и придания ему ребер жесткости. Пока одни соревнуются на мечах, другие состязаются в стрельбе из лука. Стрелки говорят, что такие луки отличаются от спортивных, у них нет балансиров и прицельных приспособлений, а технология их производства похожа на ту, что была в древности. Допустим, вот у этого лука есть, как бы сказать, стекловолоконное покрытие. Вот. Раньше же использовались жилы животных, наклеивались на внешние. А то, что он склеивается из разных слоев, в общем-то, это соотносится с тем, как это делалось в древности, именно для русских луков. Выслать лошадь в голубь в тяжелых доспехах или кольчуге, держась одной рукой за повод, а затем метиться в цель, задача еще сложнее. Стрельба из лука на скаку по достоинству позволяет оценить великолепную выучку и отвагу участников. Дети с восторгом смотрят на взрослых и мечтают скакать и попадать в цель, как они. Сложно. Надо совместить во время и пространство, во-первых, с лошадью и не расстаться в процессе этого мероприятия, ну и потом, соответственно, попасть куда-то. Если вы посмотрите, у нас некоторые всадники без доспехов. Наличие шлема, наличие корпусного доспеха увеличивает количество баллов. Ну, потому что во всем этом сложнее просто работать. Чего бы ты хотела? Ну, я бы хотела научиться скакать на коне, бегать. Я иногда вот привыкаю, но потом вот прям навык теряется и заново приходится привыкать. Вот сложно. Ну, как ты думаешь, получится? Думаю, получится. В ремесленной слободе работают различные мастерские – гончарная, скорняжная, швейная, кузнечная и другие. Где любой может попробовать изготовить браслеты, игрушки и многое другое по старинным технологиям. Я сегодня научилась делать такой кожаный браслет и хочу сделать глиняную сестру. Вот я еще сделала вот такую куколку. Называется куколка-колокольчик. Она, ну, когда хочешь в доме добрых вестей, надо в нее позвонить. Ну, как якобы позвонить, и тогда будет все в доме хорошо. Я ходила на разные мастер-классы, мне очень понравилось. Пробовала пряники, делала кукол, браслет. Ну, на голову вот здесь вот сделала сама на мастер-классе. Это очень увлекательно. Окунуться в историю, посмотреть, как это было когда-то очень-очень давно. Интересная одежда. Интересное то, что люди делали своими руками. Изделия из кожи увлекательные, интересные. Глиняные игры. Детям весело, дети заинтересованы. Количество зрителей фестиваля с каждым годом увеличивается. В этом году Зарайский ратный сбор посетила вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова. Приезжают люди, узнают много о Подмосковье, о таких маленьких, удаленных, старых, очень красивых древних городках. Ну и, конечно же, есть люди, приезжают люди, открываются новые рабочие места. Есть запрос на какие-то точки уже общепита. Значит, все больше и больше рабочих мест. Поэтому для нас такие мероприятия крайне важны. Они из года в год, и поэтому люди готовятся и едут. Из Арайского готовятся. Он знает, что 2-3 дня он принимает гостей. Все приезжие на фестиваль могли выбрать и приобрести одежду, ткани, предметы обихода и доспехи, реплики древних украшений. А еще отведать в средневековых тавернах блюда, изготовленные по старинным рецептам, в том числе мясом, целиком зажаренных на вертеле баранов и быков. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».